Наверное, нет в нашей стране ребенка, который бы не знал такие рассказы, как «Слон» или «Белый пудель». Автор этих и многих других произведений для детей – замечательный писатель Александр Иванович Куприн. Родился он в 1870 году в Пензенской губернии в городе Наровчате, о котором до сих пор есть поговорка «Наровчат одни колышки торчат». Городок был мал, пылен и уныл. Достопримечательностью его считались хорошие решета и бочки, изготавливающиеся местными ремесленниками, да, пожалуй, еще и ржаные поля, убегавшие за горизонт. Александр Иванович любил этот скучнейший городок и, уже будучи писателем, навещал его. Это была его родина, его земля. Сегодня в Наровчате открыт дом музея писателя, и наровчатовцы гордятся своим знаменитым земляком. Хотя в родном городе маленький Саша Куприн прожил недолго. Когда мальчику исполнился год, умер отец, обнищавший дворянин, и семья осталась без средств к существованию. Двух дочерей мать сумела определить в казенные пансионы, а сама с крошечным сыном уехала в Москву. Много лет спустя в эмиграции в блестящем и чужом Париже Куприн напишет «Теперь все чаще возвращаюсь воспоминаниями в Москву, к моей прежней детской Москве. Боли тоска по родине не проходят». Любовь Алексеевна Куприна, мать писателя, была человеком сильным и несчастливым. Происходила она из рода татарских князей. Независимая и гордая, попав в нищенскую провинциальную среду, она так и не смогла с ней свыкнуться. Оставшись вдовой с тремя детьми на руках, она поселилась в московском вдовьем доме. Маленький Саша прожил там вместе с матерью с трех до семи лет. Среди одиноких пожилых женщин, среди старушечьих сплетен, мелочных интриг, подхалимства и скуки. Он на всю жизнь запомнил эти тягостные годы, позже писал о них с болью, слезами и гневом. Он любил мать, но никогда не смог простить ей эти детские свои унижения. Об этой поре Куприн рассказывал и своей жене Марии Карловне. Когда я немного подрос, мать брала меня к своим богатым пензенским подругам, жившим с мужьями в Москве. Я очень рано привык к тому, что некрасив. В гостях я постоянно слышал об этом от прислуг и старших детей. Также очень рано я понял и то, что я беден. Мать шила мне костюмчики из своих старых юбок. Шила она неумело, и они безобразным мешком висели на мне. Я стыдился своего платья, своей наружности. Бедность сломила от природы независимый и гордый характер моей матери. Старших сестер надо было устраивать на стипендии в институт, меня в сиротский пансион, а потом на казенный счет в корпус и военное училище. Каких унизительных хлопот ей это стоило, и как должно было бы страдать ее самолюбие. Но я понял это только впоследствии. Я бывал резок и несправедлив, говоря матери обидные вещи, после которых долго мучился и не знал, как загладить свою вину. Семилетним мальчиком Саша был отдан в Александровское малолетнее сиротское училище. Матери казалось, что только военная карьера сможет обеспечить ее ребенку надежное будущее. Поэтому после училища он поступил в Московскую военную гимназию, ставшую впоследствии кадетским корпусом. О времени своего ученичества Куприн дописал много грустных и жестких страниц. «Всеми силами моей души я ненавижу годы моего детства и юности». Свой трудный, неуравновешенный, вспыльчивый характер, болезненное самолюбие Куприн вынес из этих лет униженности и нищеты. Родом из детства его необузданный нрав, его всегдашнее бунтарство. После окончания кадетского корпуса его распределили в провинциальный городок Проскуров. Почти каждую ночь ему снилась Москва, и он просыпался от собственных рыданий. Справиться с тоской помогали лишь бесконечные служебные обязанности и литература, которой он отдавал все свободное время. Вскоре Александр подал в отставку, понимая, что наносит страшный удар своей матери. Но на службу в армии у него не было больше душевных сил. После увольнения Куприн поселился в Киеве, где стал работать в газетах велитонистам и писать рассказы. Но как будто наперекор горькому привкусу, оставленному в душе поруганным детством, в нем всегда жила яростная влюбленность в жизнь. Почему Куприна считают большим писателем? Да потому что он живой. Живой в каждой мелочи. А живым его сделала богатые событиями жизнь. Ничего никогда я не выдумывал. Жил я с теми, о ком писал. Впитывал их в себя. Барахтался страстно в жизни. Корней Иванович Чуковский, близко знакомый с Куприным, писал о нем. Вечно его мучила жажда исследовать, понять, изучить, как живут и работают люди всевозможных профессий. Оттого-то и произошло, что с жакеем он умел говорить, как жакей, с матросом, как старый матрос, с поваром, как повар. Еще Куприн перепробовал профессии управляющего имением, псаломщика, зубного врача, землемера, суфлера, рабочего металлурга, певца, давал уроки детям. Это было одно из самых приятных занятий, потому что мы с ними никогда не ссорились, напишет он в своей автобиографии. Всю жизнь Куприну не сиделось на месте. Я бродяга и страстно люблю жизнь. Я был токарем, наборщиком, сеял и продавал табак, плавал кочегаром, рыбачил, грузил арбузы и кирпич, ездил с цирком, был актером, всего я не упомню. И никогда меня не гнала нужда. Нет, только безмерная жадность к жизни и нестерпимое любопытство. Он говорил, что хотел бы попасть внутрь каждого встречного и посмотреть на мир его глазами. Ей-богу, я хотел бы на несколько дней сделаться лошадью, растением или рыбой. Все он желал пережить, все перечувствовать. Когда писатели просили написать свою биографию, он отвечал, что она в его произведениях. Жил в Куприне неугасимый, вечный огонек бесстрашного озорства, любовь к рискованным проделкам и дурачествам. Он мог въехать верхом на лошади на второй этаж ресторана, привезти на театральный спектакль своего пуделя, покрасить зеленой краской лысину полицейского. Неистащимое ребяческое любопытство, тяга к острым ощущениям толкали знаменитого, немолодого уже писателя на самые опасные поступки. Он поднимался на воздушном шаре, опускался в водолазном костюме на дно Черного моря. Куприн обожал цирк, дружил с клоунами, борцами, дрессировщиками. Очевидцы помнили, как он бесстрашно входил в клетку к тиграм. Здесь обнаружился прирожденный талант укротителя, великая любовь к зверям, понимание звериной души. И животные платили ему самой нежной преданностью и послушанием. Куприн любил и хорошо знал характер и повадки птиц и животных. Он написал много добрых и трогательных рассказов о собаках, кошках, обезьянах, слонах и птицах. А еще он умел дрессировать, лечить животных, спасал их, когда им грозила смертельная опасность, и собирался написать книгу под названием «Друзья человека». Долгие годы писатель дружил со знаменитым циркачем Анатолием Дуровым. В книге о нем Куприн писал. «Когда желают оскорбить человека, говорят, эх ты, животное! Я со своей стороны считал бы для себя за честь быть похожим во многих отношениях на некоторых животных. Кичливому царю от природы человеку следовало бы поучиться у животных. Где же вы встретите признательность и честность, как не у собак? Идеальную любовь лебедя, которая умирает от тоски по лебедихе? Животные отличаются своей памятью, рассудком, способностью различать время, пространство, цветы, звуки. У них бывают привязанности и отвращения, в любовь и ненависть, благодарность, признательность, верность, радость и гнев, смирение, хитрость, честность и забитость. У писателя было две дочери – Люлюша, Лидия, и Киса, Ксения. Он был для них удивительным отцом, нежным, внимательным, умным. Младшая Ксения рассказывала. С самого раннего детства собаки, лошади, кошки, козы, обезьяны, медведи и другие звери были равноправными членами нашей семьи. С нежным и пристальным вниманием следил мой отец за их жизнью и нравами. Он говорил, что если прислушаться к интонации мяуканья или лая, явно слышится просьба, возмущение, ласка или боль. Отец всегда старался приблизить меня к труду, к природе. В Гатчине, под Ленинградом, у нас было много всяких животных – кур, гусей, оток, собак, кошек. Я еще шестилетним ребенком работала с отцом в огороде и в саду. Мы с ним выращивали какие-то необыкновенные овощи, удивительно красивые и ароматные цветы. От отца Ксения унаследовала литературную одаренность и умение рисовать. Вместе они дурачились, ставили смешные спектакли, придумывали розыгрыши. Александр Иванович учил маленькую дочку ловить рыбу и править лодкой, мастерить елочные украшения и ухаживать за животными. О питомцах, живущих в доме Куприных, можно написать целую книгу. Здесь и озорная обезьянка Мария Ивановна, и пудель под незаслуженной кличкой Негодяй, и изящный белоснежный козленок. Тут и проказливый медвежонок Маша, скоро превратившийся в опасную медведицу. Ее пришлось отдать в цирк. Жил у них и могучий пес редкой меделянской породы Сапсан. Его боялись все в доме, и пес ко всем относился надменно. Кроме отца он никого не признавал, писала дочь Куприна Ксения. Он был серьезным и не позволял с собой никакой фамильярности. У отца с Сапсаном были свои секреты, ссоры, примирения. Когда Сапсана убили воры, Куприн тяжело переживал смерть своего друга. Уехав из России во Францию, Александр Иванович продолжал писать рассказы о животных. В эмиграции родились такие произведения, как Ю-Ю, Ральф, Бальт, Завирайка. Отдавая должное красотам французского, Куприн часто вспоминал черты родной русской природы. И все его симпатии оказывались безоговорочно отданными ей. В письмах с теплотой и нежностью Куприн вспоминал покинутую родину. Великому русскому художнику Илье Ефимовичу Репину он писал. И как хочется настоящего снега, Русского снега, плотного, розоватого, голубоватого, Который пахнет мощно, Снега, который так сладко есть, Черпая прямо из чистейшего сугроба. В этом сильном, сложном и страстном человеке до конца дней Оставался кусочек детства, Неистребимое мальчишество. Именно поэтому он так много писал о детях и для детей. Правда, его рассказы, столь любимые маленькими читателями, Вовсе не являются адресованными только детям. Как всякая большая литература, они адресованы и взрослым. Фарбосы Жулька, Детский сад, Слон, Сапсан, Белый пудель. Все купринские истории воспринимаются как правдоподобные. Особенно радуют их счастливые развязки. Очень радостно становится на душе, когда мы читаем, например, его повесть «Топер» о том, как бедный, униженный мальчик-пианист покорил своей игрой великого Антона Рубинштейна. Или рассказ «Чудесный доктор», где в жизнь погибающей семьи чиновника Мерцалова стремительно входит уютный, чудаковатый старичок, приносящий счастье. Внезапно по мановению волшебной палочки благополучие воцаряется в печальном жилище отчаявшегося неудачника. И в довершение всех радостных чудес таинственный незнакомец оказывается знаменитым доктором, профессором Пироговым. Рассказ «Слон» – одно из лучших произведений писателя о маленькой Наде, заболевшей странной взрослой болезнью, равнодушием к жизни. Он тоже заканчивается благополучно, девочка выздоравливает. Унылая равнодушие, тоска, уныние, скука – это самое страшное, самое неестественное для детской души состояние. Дети должны быть счастливы, должны смеяться, радостно удивляться окружающим, творить праздник. В Балаклаве в Крыму близ Севастополя Александр Иванович Куприн купил участок земли, где мечтал развести сад и посадить виноградник. По воспоминаниям дочери Ксении писатель говорил, «Если каждый поставит себе целью жизни хоть один клочок пустынной и неудобной земли превратить в сад, то мир через несколько сот лет превратится в цветущий рай». Писателю шел уже пятый десяток лет, а постоянного пристанища до сих пор так и не было. Остаться жить в Балаклаве у Куприна не получилось. Можно было поискать пристанище в Петербурге, с которым писателя связывало многое, и издательство, работа в газетах, друзья, но жить ему хотелось за городом. Он всегда мечтал о маленьком клочке земли, где он мог бы завести домашних животных, мог бы растить овощи и цветы. Некоторое время они с женой колебались между Гатчиной и Царским селом. Куприны узнали, что продается небольшой домик в Гатчине. Он был куплен в кредит. Куприн обустроил его в своем вкусе. Он писал, «Я понял, что никогда еще и нигде за все время моих блужданий по России я не видел такого буйного, обильного, жадного, великолепного цветения сирени, как в Гатчине». Но настоящей его страстью были лошади. Любовь к лошадям была у него в крови от татарских предков. Мать Куприна была урожденной княжна Кулунчакова, а по-татарски «Кулунчак» означает «жеребенок». Куприн на лошадях гонял по степи с детства. И как гонял! Большую часть произведений, адресованным детям, как и вообще почти все наиболее значительные свои вещи, Куприн создал до отъезда из России. Семнадцать лет эмиграции стали годами постепенного угасания его таланта. Он был слишком русским художником и человеком, чтобы прижиться на чужбине, чтобы писать с прежней силой. Было у Куприна еще одно свойство – радоваться окружающему миру. Поэтому он и мог писать обо всем – о скромном растении резидея, о судьбе лошади по кличке изумруд и, конечно, о человеке. Он признавался, что никогда не умел сочинять. Всегда записывал лишь то, что существовало в реальности. Поэтому ему было труднее в эмиграции, чем кому-либо. Он не мог писать из ума, как говорят дети. А откуда черпал, того лишился. Лишился, прежде всего, звучания русского языка. Он чувствовал себя, как рыба, вытащенная на берег. В Париже писатель чувствовал себя неуютно. Денег не хватало на самое необходимое. Работалось из рук вон плохо. Он почти перестал заниматься сочинительством. Писать о России по зрительной памяти я не могу. Меня жизнь тянула к себе, интересовала. Жил я с теми, о ком писал. В жизни я барахтался страстно, вбирая ее в себя. А теперь что? Все пропадает. Я изнемогаю без русского языка. В конце своей эмигрантской жизни в Париже старый Куприн привязался к кошке Юю. Когда в советском посольстве велись переговоры о его возвращении на родину, Александр Иванович решился задать мучивший его вопрос. «Скажите, а кошечку можно взять с собой?» Вскоре Юю пустилась вместе с Куприной в далекое путешествие. В 1937 году писатель решил вернуться на родину. Он уезжал туда умирать. Самым ценным грузом, бережно доставленным им из Франции, «Была корзиночка с кошкой Юю». А сейчас давайте перейдем к одному из самых красивых купринских произведений – рассказу «Белый пудель». Это рассказ о верной дружбе бродячих цирковых артистов – старика Лодыжкина, мальчика Сережи и собаки Арто. Перед нами самый симпатичный купринский маленький герой – 12-летний Сергей. У него нелегкая полуголодная жизнь, наполненная трудом и обидами. Ситуации, в которые он попадает, по-настоящему драматично. И все-таки не жалость, а восхищение и уважение вызывает в нас этот худенький, смелый и упрямый мальчишка. Куприн любуется ловким маленьким акробатом, его дерзкой предприимчивостью, чувством собственного достоинства, не позволяющего терпеть и покоряться. Писатель любуется его взрослой решительностью и в то же время совершенным мальчишеским веселым озарством. Но Куприн умел не только любить. Томная барышня и ее пронзительно орущий сынок Трилли, мрачный тупица-дворник, всех этих хозяев он изобразил с убийственным презрением. Давайте посмотрим фрагменты великолепной экранизации повести Куприна «Белый пудель». Это добрый, старый фильм о добре и зле с хорошим концом. В те времена богатая и праздная публика обычно съезжалась в Крым на виноградный сезон. Сюда же, в поисках хлеба насущного, горными дорогами пробиралась маленькая бродячая трубка. Впереди бежал «Белый пудель Арто», остриженный наподобие льва. За ним шел 12-летний мальчик Сергей. И, наконец, сзади плелся дедушка Мартын Лодыжкин с шарманкой на скрюченной спине. «Играй, играй, шарманка, играй, по белому свету бродить помогай. Мы людям хорошим веселье несем, на каждом шагу представление даем. Кормилица наша, шарманка, играй, по белому свету бродить помогай. Играй, играй, шарманка, играй, по белому свету бродить помогай. И все-таки часто нам братцы затрут, Копейку стыдятся, а две не дадут. Кормилица наша, шарманка, играй, по белому свету бродить помогай. Играй, играй, шарманка, играй, по белому свету бродить помогай. Играй, шарманка, играй, по белому свету бродить помогай. А то, али? Давай я работаю с матушкой. Верёвочку, Сережа. Молодец, моя собаченька, молодец. Молодец, моя собаченька, молодец. Тамцуй, моя собаченька, живь чё, мирет. Молодец, молодец. Тамцуй, тамцуй, там, surroundings, lah. Тамцуй, дацуй. Тамцуй, моя собаченька, тихо, тихо, тихо. Попрыгивай, ну, хох, нохренбальд, прыгай, ну, хоп-хоп, хоп-хоп, молодец, моя собачка, нохренбальд, хоп, хорошо, еще раз, нохренбальд, хорошо. Молодец, моя собачка, теперь поздоровай с почтенящей публикой, Артуша, вот так, вот так, молодец, моя собачка, молодец, вежливость прежде всего, придешь домой, я тебе морковочки дам, О, я забыл, ты морковку не кушаешь? Может, тебе огурочка дать? А, не хочешь? Ну, что же делать? Тогда возьми мою цилиндру и попроси почтеннейшую публику, может быть, она припожалует на что-нибудь повкуснее. Мой кошелек? Что, говорил я тебе? Ты меня слушай, я, брат, все знаю, никак не меньше рубля. Хочу собаку, хочу собаку, хочу собаку! Доктор, как вы полагаете, можно ты или погладить эту собаку? Вообще говоря, я не советовал, но есть ли надежная дезинфекция, например, борной кислотой и слабым распором карболки? Итак, мы прикажем вымыть ее борной кислотой. Собаку, 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 собаку! А вы не бойтесь, вам заплатят. А скажите, она у вас не больная? Я хочу спросить, она не бешеная? Или, может быть, у нее эхинохопия? Навсегда собаку не хочу погладить мне, собаку мне, собаку мне, навсегда собаку не хочу погладить мне. Ну, послушайте, старик, подойдите сюда, ближе, ближе, вот так. Ну, успокойтесь же, наконец-то. Вам говоря! Сколько ты хочешь, старик? Сколько вашей милости угодно будет, барыня, вашего все-таки происходить. Мы люди маленькие, нам всякое даяние, благо. Чай сами старичка не обидите. Как вы бестолковы, вы поймите, что собака ваша, а не моя. Ну, ну сколько, 10, 15, 20, ну? То есть, простите, ваше сядетство, я человек старый, глупый, могу сразу-то не понять, к тому же глуховат малость. То есть, как вы изволите говорить? За собаку? Вы что, вы нарочно притворяетесь идиотами? Мисс, дайте же три левады. Я вас спрашиваю русским языком, за сколько вы хотите продать вашу собаку? Вашу собаку! Ну, собаку, собаку! Собаками барыня не торгую. А этот пес, сударынь, он, можно сказать, нас двоих кормит, поит и одевает. И никак это, значит, не выходит, чтобы, например, продать. Собаку, собаку, собаку! Ну, что это? Не тронь, не тронь, не торгай. Мне, 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 собаку! Послушайте, безумный старик, нет вещи, которые бы не продавалось. Может быть, ваша собака стоит 100 рублей, 200, 300? Ну, отвечайте же, истукан! Эх, истукан! Истукан! Пускай, ты же ему что-нибудь продал! Ты бы очень не ломался, мой милый! Твоей собаке 10 рублей, красная цена, да еще и месяц с тобой в придачу! Ты подумай, осел, сколько тебе дают! А корнейш, вас благодарю, барьня. Только вы где-нибудь другого кобелька поищите. Сережа, пойдем! Погодите! Погодите! Эй! А чтоб тебя намочило, да не высушило! Это он опять насчет артошки! Дедушка, давай ему как след накладем? Да не мучай! Ну, вы вот что! Продавайте, что ли, псат! Что это за люди, прости, господи, ей-богу! Никакого сладу нет с Борчуком! А давай ему собакой все тут! Так барыня послала, купи, говорить, чем не стою! Довольно даже глупо со стороны твоей барыни! И потом, какая она мне барыня? Тебе она барыня, а мне, тьфу, двоюродной наплевать! И очень тебя прошу, оставь ты нас, Христа ради, и того не приставай! Да пойми ты, дурак человек! От дурака слышу! Вот право, репей какой! Ну, ты подумай, что тебе собак? Подобрал другого щенка, выучил дыбки стоять, вот тебе и снова пес! А ну что, неправду, что ли, оговорил? Давай-давай, бреши дальше! Я тебе сразу на все отвечу! А тут, братец, ты мой, цифра! Двести! Двести! А, а не то, триста целковых, в раз! Ну, а обыкновенно мне кое-что за труды! Ну, ясно! Артошка, не бойся, не продадим! Да, ты, прикинь, три, три сотеных, а? Ведь этот можно сразу по колено открыть! Кончил, нет? Да тут долго и кончать нечего! Давай, пса, и по рукам! Так-с! Продать, значит, собачку! Обыкновенно продать! Без конетели! И главное дело, Борчук у нас с кожаной! Чего задумал, так весь дом перепугать! Да, подавай, и все тут! А барин-то у нас известный, может, слыхал, господина Бальянина? Нет, не слыхал! О, по всей России железные дороги строят! Милленер, да! Мальчишке-то все дозволено! Вот он и озаруй! Хочу поню живую! На тебе поню! Хочу лодку! На тебе лодку в самом деле! А луну? Это в каким смысле? Луну с неба ни разу не захотел? О, ты тоже скажешь, луну! Так как же, мил человек, воды удаст, что ли, с тобой? Вот, что я тебе скажу, барин! Вот, ежели бы у тебя, скажем, был брат, или, скажем, друг, который, значит, с из детства... Подожди, ты собаке колбасу не составляй, сам бы лучше скушай, этим ее не купишь. Вот я и говорю, вот ежели бы у тебя был что ни на есть лучший друг, который с из детства, вот за сколько бы ты его примерно продал? А, приравнял тоже. Вот тебе и приравнял. Вот ты и скажи своему барину, который там из железной дороги строит, ты скажи ему, что не все, мол, продается, что покупается. Ты собачку не тронь, это ни к чему. На том разговору нашему конец. Дурак ты ж, дарый. Дурак, да, родом так. А ты хам, Иуда, продажная и душа. Увиди свою барню, кладись ей. От наших он с любовью сердечный поклон. Артур, Артур, Артуршка! Артур, ко мне! Куда? Артур, ко мне! Чего ты вопишь? Чего вопишь? Ты глупости, да глупости говоришь, найдется. Артурша, Артур, Артур, назад собачий сыр! Артурша, Артуршенька, Артур. Вот оно какое дело. Сережа, иди-ка сюда. Что там ещё? Сережа, что это такое? Вот это, что это такое? Свёл подверг собаку, не иначе, как он. Помнишь, он всё колбасой прикалывает. Так, дело жёстное. Что нам делать там, Серёженька, а? Что? Что нам теперь дело делать, Серёженька, а? Что делать? Артошку спасать надо. У них нет такого права, чтоб чужих собак заманивать. Вставай, дедушка, пойдём. Милый ты мой, родной, собачка уж очень затейливая, Артошеньку ты дашь, ведь другой такой не будет у вас. Ладно, ладно, дедушка, вставай. Совсем ты у меня, дедушка, раскис. Вставай. Дай я тебя пыли почищу. Пойдём. Артур, Артошка! Артур, Артур, Артошенька! Собачка моя! Артур! Артур, 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 Артур. Не смей ты! Не смей, Дедушка, не смей, проблемчик! Артур, Артур, Артур. Кто здесь бродит? Застрелю! Кто здесь бродит? Убью! Застрелю! Застрелю! Куда? Стой! Стой, тебе говорят! Я тебе дам, скорее! Все равно не убежишь! Стой, говорят, тебе! Стой! Стой! Ну, погоди, погодишь! Артур! Артур! Скорей! Скорей, Артур! Теперь ты не уйдешь! Артур! Не уйди нам отсюда! Никуда не уйди! Артур! Дедушка! Милый! Пропал я совсем! Хорошо нам было вместе! Артур! Все пропало! Ничего этого больше не будет! Вот он! Вот он идет! Ай! По заранку мы в дождик и зной Старушка-шарманка везит за спиной Кормится наше, Шарманка, играй! По белому свету бродить помогай Играй, играй, шарманка, играй По белому свету бродить помогай Но нам унывать не годится никак На хлеб и на слег наберется педа Торнилица наша, шарманка, играй По белому свету бродить помогай Играй, играй, шарманка, играй По белому свету бродить помогай. И снова идем мы дорогой своей, И знаем, что свет не без добрых людей. Торнилица наша, шарманка, играй, По белому свету бродить помогай. Играй, играй, шарманка, играй, По белому свету бродить помогай. Так окончился этот тяжелый день. Кто знает, как дальше сложилась судьба наших героев. Не будем гадать. Ясно только одно. Верность и дружба всегда побеждают.